Всем привет, с вами Тома, и в этом видео я хочу рассказать о некоторых пони-новостях за прошедшую неделю. Восьмой сезон. Discovery Family опубликовали свое расписание на август. 4 августа нас ожидают сразу два эпизода. A Matter of Principles, 14 и The Housewoman Club, 15. 11 августа выходит эпизод Friendship University, 16. 18 августа нас ожидает эпизод The End in Friends, 17. И, наконец, 25 августа состоится повторный показ эпизода Яки Ти Сакс, который вышел 20 июля в рамках пятничных сюрпризов. Это у нас 18 эпизод. Некоторые эпизоды раньше могут показать на австралийском Бумеранг ТВ. На Комиконе показали нарезку из кадров восьмого сезона, а также одну из новых песен. Сейчас будут самые спойлерные скриншоты, которые были в этих видео, так что тайм-код для промотки указан в описании видео. Нас ждет возвращение некоторых легендарных пони, Дискорда, будет какая-то отсылка к Королю Шторму, некий дракон, называющий себя Отцом Спайка, и, конечно, финальный эпик 25 и 26 серий, в которых мы еще раз увидим канцлера Нейсея, Козиглоу и Тирека. Музыкальный номер же был у предыстории деревни Киринов, которые отказались от своих голосов, чтобы не ранить друг друга словами. Это будет в 23 серии. Эквестрия Геллс. Продолжаем спойлеры. На Комиконе также показали тизер следующего большого спешла Эквестрия Геллс. Качество видео совсем плохое, поэтому я вам покажу дизайны локаций и персонажей, которые утекали в сеть еще в декабре прошлого года. Действие спешла будет проходить на круизном лайнере, девочки вновь столкнутся с проблемами, вызванными эквестрийской магией, и в этот раз в Эквестрию попадет не одна Сансет Шиммер. Да-да, мы увидим в образе пони, в том числе человеческую версию Twilight Sparkle, и в мире пони она будет единорогом. Ждем информацию о дате выхода спешла. Тем временем на YouTube-канале Hasbro начали выходить дублированные версии арки роликов с выбором концовки про организацию школьной пьесы. В первом видео нам предстоит помочь Twilight справиться с обрушившимся на нее стрессом. Ссылка на дублированное видео будет в описании. Новости игрушек. Продолжаем тему Комик-кона. Наконец-то Котабуки расщедрилась на фотографию модельки фигурки Pinkie Pie из их B-Surge Series, которую они анонсировали еще зимой на выставке игрушек в Нью-Йорке. Дата выхода фигурки запланирована на май 2019-го. Также фирма поделилась иллюстрациями к фигуркам еще двух героев из серии Twilight Sparkle и Fluttershy. Они также должны выйти в следующем году, но ближе к его окончанию. Традиционно на Комик-коне Hasbro представляет свой мерч по Ума Литл Пони и Эквестрия Геллз, на львиную долю состоящий из игрушек. Кроме анонсированного прототипа Pinkie Pie от Котабуки, каких-то новых релизов на нем не было. Разве что первый раз выставлялись шарнирные меткоискатели и пони в костюмчиках Школы Дружбы. Ну и конечно ретро-сет к 35-летию бренда. Остальное мы с вами видели еще в декабре на Toy Fair, но фотографии я вам конечно же сюда вставлю. В основном это релизы второго полугодия. На полках вы могли заметить набор Twilight Sparkle as Starsweirds Abedded. Как и ожидалось, это эксклюзив Амазона. На сайте открылись предзаказы по цене почти в 40 долларов и с отправкой в середине сентября. Из интересного, Twilight тут еще единорог, то есть под одеждой крылышек вы не найдете. Сами же костюмы сшиты из ткани, а коробка выполнена в виде журнала Starsweirds. Также совместно с Амазоном к Комикону Hasbro выпустили сет футболок с дизайнами пони в стиле 80-х. Те самые, что использовались и в сете игрушек, в значках от Toyong и в пони ферме от Геймлофта. И последняя новость по Комикону, хотя и не про игрушки. Bunch Studios выпустит еще одну мобильную игру по My Little Pony. My Little Pony Pocket Ponies. Действие игры будет проходить в Школе Дружбы и играть нужно будет за нового студента. Цель проходить аркадные задания и коллекционировать фигурки Pocket Ponies. Будем ждать больше скриншотов игры и по дате выхода пока ничего неизвестно. На Комиконе посетителям показывали только демку. Пони ферма от Геймлофт. Как вы уже поняли, к празднованию 35-летия бренда My Little Pony в рамках Комикона присоединилась и компания Геймлофт. Для своих игроков они сделали новую актуальную коллекцию главных семи персонажей в нарядах 80-х. Коллекция дорогая, хотя Applejack можно получить через отель Золотая Подкова. Кроме пони в игре появилось несколько декораций в этом стиле, но все они идут в наборах за донат. Вполне реально, что эта коллекция вернется и позже и может быть будет более доступной, как это стало, например, с пони-пиратками. Также подходит к окончанию мега-акция со Школы Дружбы. С ее итогами я сниму видео в начале недели. Удачи с выпадением жетонов всем тем, кто пытается ее получить. И еще из интересного, кобылок из коллекции с одноклассниками в эти дни можно приобрести со скидками. Новинки в магазинах. До России добрались Кьюти Марк Рю, замок Школы Дружбы и фигурка со Старлет и Трикси из фанатской серии. Как минимум в Москве и Московской области новинки можно найти в Тойру на сайте Дочки-сыночки, а Кьюти Марк Рю еще видели и в Карри Кидз. Наличие игрушек можете попробовать проверять через сайты магазинов. И, конечно, в регион игрушки тоже должны добраться в ближайшее время, как, возможно, и в другие сети магазинов. Спасибо участникам группы ВКонтакте за живые фотографии новинок. Пони-книги. На своем сайте издательства АСТ анонсировало еще два перевода книг по лицензии My Little Pony. Продолжение серии Бионта Квестера и Мой Маленький Пони, Радуга Дэш и Гранат Удачи. И перевод старенького гайдбука по первым трём сезонам Мой Маленький Пони, Элементы Гармонии, Энциклопедия, Путеводитель по миру пони и сериалу. Мой Маленький Пони, Радуга Дэш и Гранат Удачи. Когда Радуга Дэш зовет капитана Гарпию и ее команду посетить Клаудсдейл, пираты с радостью принимают приглашение. В небесном городе много интересного, взять хотя бы исторический музей. Там бывшие слуги Короля Шторма видят копию древней реликвии Пегасов Граната Удачи. Нарагоценный камень, который по легенде приносит счастье своему обладателю, давно утерян. Но неужели ничего нельзя поделать? Капитан Гарпия загорается идеей отыскать артефакт, тем более что у Радуги есть старая карта, указывающая путь, и давняя подруга Дэрингду, которая наверняка согласится помочь. Охота за сокровищем начинается, вот только Голубая Кобылка не догадывается об истинных целях пиратов. И энциклопедия элементов гармонии, встречайте Сумеречную Искорку и ее друзей. На страницах официального путеводителя по мультсериалу «Мой маленький пони дружбы – это чудо» вас ждут интервью с создателями концепт-арты, характеристики элементов гармонии, мест и персонажей, краткое содержание каждой серии первых сезонов, включая уроки дружбы. Все это обязательно понравится как преданным любителям сериала, так и тем, кто только начинает знакомство со вселенной пони. Еще раз акцентирую внимание, что этот гайдбук самый старенький, и если у вас уже есть артбук и большой гайдбук прошлого года, то эта книга может показаться для вас вторичной. Официальные комиксы. На этой неделе вышел третий комикс «Пони Вильмистерис», и в нем нам показали внешний вид тетушек Лофти и Холидей, с которыми живет Скуталу. По книгам тетушка Холидей, земная пони – старшая сестра отца Скуталу, а Лофти Пегас – приятельница Холидей, вместе с которой они присматривают за Скуталу во время отсутствия родителей последней. Было приятным сюрпризом увидеть их и в комиксах. И также вышла превью 68-го выпуска основной линейки комиксов про встречу Tempus Shadow со страхами своего прошлого. Это все пони-новости, о которых я хотела рассказать. До встречи на следующей неделе, с вами была Томо, пока!